Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И сейчас мы находимся около здания частной школы округа Suffolk, и я думаю, что внутри этого здания очень много гулей, потому что снаружи мы поубивали много-много этих тварей. Так, макака. Макака, это нехорошо, так, вон один того ползает. Ой. Ну вот, так. Слушай, на тебя патрон много лишних ушло, братень. Кстати, из этих гулей дает приличное количество патронов, это шикарно. Пищевая паста. Чё она такое делает, какие эффекты оказывает? О-о-о. Хорошо. Так, этот терминал совершенно бестолковый, можно даже с ним и не взаимодействовать. Невозвращенная книга, полезная вещь, которую нужно складировать в специализированные терминалы, в которых нам всякие плюшечки дают. Когда мы, соответственно, определенное количество книжек кладем в его чрево. Железные документы. Директор Хэтсон, еще раз благодарю за готовность вашей школы участвовать в программе альтернативного пастообразного питания, или сокращенно ПАПП. Вы и ваши ученики окажете огромную услугу нашей стране, помогая нам расширить границы знания о правильном питании. Во время проведения программы ученикам необходимо подавать исключительно АПП. На школьной территории должны быть запрещены какие-либо другие продукты питания. Наши ученые будут периодически отслеживать реакцию на АПП и обеспечить необходимые условия для проведения анализов. Нарушение требований программы приведет к отмене финансирования, поэтому проследите, чтобы преподавательский состав и ученики выполняли все правила. Доктор Джерри Гибсон. Замок. Замок. Вот этот замок, да, мы его сами вскроем. Кстати, вы не подумайте, я заметил то, что там на столике лежит. Кассета. Ну, голозапись, которую мы сейчас с вами прослушаем. Глотка ствола не надо. Модная щетка для волос, это всегда великолепно. Так, а... Псина, ты... С жопой своей. Глотопись сдвинула. Доброе утро, учителя и школьники. В частной школе округа Сафлук начинается еще одна прекрасная неделя. Надеюсь, все уже готовят свои костюмы к ежегодному празднованию Хэллоуина. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и напомнить вам о том, что на этой неделе приносить в городок еду запрещено. Это относится и к школьникам, и к преподавателям. Мы получили щедрые пожертвования за участие в программе альтернативного пастообразного питания. Чтобы не остаться в долгу у наших благодетелей, мы должны неукоснительно выполнять выдвинутые ими требования. Спасибо за внимание. Это было обращение директора Хадсон. А, хорошо, ладно. Ну, как я понял, вот эти вот уродливые гули розового цвета, это те люди, которые перед ядерной войной обожрались вот этой самой пастой. И каким-то образом мутировали вот в этих тупых тварей, за которых дают много опыта. Это прикольно. Крышка, патроны, замечательно. Крышка, чудо-клей. Окейшки. Тут что-нибудь будет интересное? Я же не знаю. Ну, туалет тут раскурочили очень знатно, скажу я вам. Винты. Кто в бачке здесь складировал винты? Это как-то странно и не совсем понятно. Гули, здорова. Какой-то звук был, как будто тут рядышком ланчбокс где-то лежал. Обычно тут в сортирах много сюрпризов. Но, наверное, не в этом, да? Хорошо. Так, патрон. Зубок ротокрыса мы не будем брать, потому что смысла никакого у них нет. А школа какая-то жутковатая-то вообще. Хотя, казалось бы, ничего такого у них особенного нету, но вот, вот так вот чем-то напугает. Я слышу гулей. Я их прекрасно слышу. А, вон они. Хорошо. Убиваются легко, опыта за них дают прилично. Это приятно. Это очень приятно. Хрустальный графин, довоянные деньги, прекрасно. Это очень хорошие ресурсы, которые нам однозначно пригодятся. Обгорелого учебника нет. Мы ни за что эту гадость брать, я думаю, не будем, потому что толку-то какого брать эту ерунду. Понимаете, там была бы книжка невозвращенная. Мы бы ее с вами могли отнести, допустим, в библиотеку. Так, еще одна пищевая паста, ты подумай. Терминал мистера Дэвидсона Директор Хадсон К сожалению, мы вынуждаем спросить, куда катится эта школа. Заставлять всех учителей и учеников употреблять исключительно безвкусную розовую жижу негуманно и жестоко. Прием пищи, возможность развития социальных навыков учеников и эта ваша паста начинает им надоедать. Более того, уверен, вы заметили, что количество вызовов в ваш кабинет за плохое поведение увеличилось. Я готов поклясться, что после первой же недели на этой дряни все приобрели нездоровый розовый цвет. Я прошу вас отменить этот эксперимент и найти альтернативные источники финансирования для школы. Мистер Смит, отделение английского языка. Вот так. В общем, тут сбунтовались учителя против вот этого геля. И, наверное, не зря, я так думаю. Предохранитель. Да, мы его возьмем. Ты хорошая штука. Что тут такое? Золотые часы давай. Водная щетка, зубная паста. Хороший комплект. Воды только не хватает. Обгорелый популярный журнал. Когда узнал, что это журнал все равно обгорелый, ладно. Так. О, Мишка. Мишка, ты хорошо сел. Ты умница просто. Так. Ну, трогать не будем. Ланчбокс. И что еще такое? Столовый нож? Ну, ладно. Какой-то тухляковый ланчбокс, на самом деле. Я был о нем более высокого мнения. Значит, мы сейчас с вами только в одном корпусе, да? Ну, как бы. Не в одном корпусе. В одной части коридора местного. Ручка обгорела книга. Нет, это все не то. Зажигавку обязательно взять. Еще один ланчбокс. Окей. Обгорелый комикс Грогнака. Почему бы полный комикс с Грогнакой не дать? Прекрасно. Убивается легко, опыта много. Это шикарно. Но. Давайте уже ресурсы нормальные. Такие качественные ресурсы только, да? Без всякой шушера. Так, позаочная зажигалка. Обгорелая книга. Жетоны, пластиковая тарелка. Да, мы все это будем брать. Это приятно. Зубократа крыс, оно. Ерунда, конечно. Но на ресурсы-то, наверное, можно пустить. Скорее всего. А вроде больше так ничего в этом классе и нету. Интересно. Поэтому можно проигнорировать. Коробка сигар, чудо-клей. Нормально. О, мужик. Здорово. Так, подождите. Что-нибудь полезное тогда дайте уже. А то это еще что такое? Мячик стульс дутый. Похоже на то. О. Закрома. Упаковка изолентая. Это хорошо. Чудо-клей. Клей мы много тут набрали. А что с весом? А с весом вообще отлично. Можно даже малюронное ведро стырить. И вантус. Нет, не псину. Псины и так с нами. Вантус. А тут? Вроде ничего такого нету. Интересненького. А тут мы были? Тут мы уже с вами были вроде как. Это хорошо. Вот здесь вот мы не успели походить. Ну, конечно же, эту дверь ведет Содружество. Да. Туда нам сейчас пока что же нам отойти. О, кухонька. И куча-куча. Розовой гадости. Пищевая паста. Снова пищевая паста. Патроны. Великолепно. Не, пищевая паста это очень хорошо, потому что ее можно и выгодно использовать в качестве заменения стимулятором. Устанавливает много. Отрицательных эффектов не дает. И это прекрасно. Я так думаю. Так, тут еще подвал есть. Коробка со шпильками. Доброе утро, учителя и школьники. В частной школе округа Сафолк восхитительная среда. Сегодня музыкальный кружок проводит очередную распродажу выпечки. Так что зайдите к нам и поддержите их деньгами, чтобы мы могли отправить нашу команду на оригинальное соревнование. Не забывайте приносить выпечку на территорию школы. Запрещено. Кроме того, завтра утром на второй перемене состоится школьное собрание о том, что опасно обращаться общаться с чужаками, расскажет лунная мартышка Дженглс. Мы снова хотим сказать спасибо вашим спонсорам, нашим спонсорам из проекта ПАППП. Именно благодаря им мы смогли пригласить такую знаменитость. Чтобы не остаться в долгу наших благодетелей, мы должны не ухоснительно выполнять выдвинутые ими требования. Это было обращение директора Хадсен. Доброго вам дня. Ладно. Оу, что так жестко-то? Не успел еще вставить отмычку. Привет. О! Это какой-то совсем жесткий голик. А так-то что-нибудь интересное есть? Кроме плиты похоже ничего такого-то и нету. В большом-большом сожалению. Ну, а было бы интересно если бы то что-то и было. Да? Ну, ладно. Так, отсюда мы пришли. Здесь серебряный столовый нож. Хорошо. О! Так, ты откуда взялся-то? Вот так-то. Патрон, правда, не осталось. Где там наш дробовик? Оружие. Вот он, по-моему. Да, сюда. Не, похоже здесь уже ничего такого-то ошибка интересного и нету. И тут мы уже успели побывать. Да, тут какой терминал легкий? Знаете, мы его сейчас откроем и уничтожим протектрона. Просто потому, что в нем у нас различные ресурсы лежат. Привет, мужик. Но, думаю, перед тем, как посещать другой этаж, надо спуститься в подвал, потому что, возможно, мы здесь что-нибудь найдем интересное. Надо его обыскать, в любом случае. Грязная пепельница. Крышки это хорошо, пепельница это плохо. О-о-о. Ой, грязная тварь. Бутылка из-под хладагента не совсем то, что я хотел взять, а вот хладагент это замечательно. Шестеренка. О-о-о. Может быть, это уже ребенок был? Нет? Очень маленький гуль, потому что по по росту. Укрепленный снайперский карабин. Нет, спасибо. Как-нибудь обойдемся. Без всей этой ерунды. Мешок цемента. Ух, ни хрена себе. Пропеллеры какие-то еще. С ума сойти можно. Так, вот эта штуковина, она чем открывается? Терминалом, что ли, каким-то? Который здесь рядышком должен быть, по идее. Да, вот он. Сложный терминал, невозможно открыть силовой брони. А у нас хакер какой там? А, вы можете взломать сложный терминал. Отлично. Такой реализованный контраст. Ну-ка. Я вот говорил, с дополнительной попыткой все это делается мгновенно. Какой-то из паролей окажется верным. я же говорю. То есть тут даже ничего не нужно никакие ребусы разгадывать. Просто рандомно тыкаешь и все. И окей. А, залезай обратно силовую броню броню, броню, броня. Что это? У тебя возвращенная книга, да? И стелсбой. кто бы мог сомневаться. Подушка с соломой, пищевая паста, гаечный ключ, давай, что-то клей, алюминиевая канистра, пускай все это будет пригодиться. Авантус. Бестолковое место? Ну, ладно. Кстати, здесь мы деревянный ящик еще по каким-то причинам неизвестным не открывали. Надо это исправить дело. Антирадин патрон рады икс прекрасно. Так, сказать, по вентиле выстрелить надо. Фух, пока что, пока что ничего такого необычайного здесь нету. Вообще. Может быть, кстати, найдем силовый блок. Или как тут, ядерный? Да, вон. стопка. Видать, гуль любил бухнуть. Ядерный блок. Вот так. Хладагент. Цемент. Жалко, что нельзя строить здесь постройки из цемента. Был бы тарал очень крут, согласитесь. Лифт. Это, куда же он ведет этот лифт? Наверх едет. Ну, ладно. Идал, может быть, еще в какой-нибудь подвал отправиться. Но, видать, нет. А, все, я понял, где мы вышли с вами. Как раз там, где еще не успели побывать. Но, все равно, я бы так или иначе с джетпэком сюда добрался. По-любому. Ау. Это что? Ну, давай же взламывай нормально, блин. Эй, ну, что ж ты будешь делать-то? Он безобразник какой. Ну, это правда сложный замок уже. Другое дело. давняек таких замков-то не было. Душных. Что это такое? А, это таракан. Я же думал, хэдкраб, что ли? Откуда здесь хэдкрабы? Что с этой игрой не так? Потом я понял. Нет, это не хэдкраб. Это всего лишь таракан. Мясо-брамида нет, спасибо. А, стоп. А куда оружие делось? Ну, он в руке у него. А, понятно, баганула. Пачка сигарет, это хорошо. Керамическая миска, карандаш, нормальненько, так получается. Псина, дай пройти ее. Под ногами не надо толкаться. Это всегда нехорошо. И, по-моему, чутка неправильно. Закрыто на цепочку. Даже так, да? А, что такое? А, это мы же сами робота убили. Почему он мертвый, этот гуль? Мы же тут с вами не были. Ну, в смысле, не успели бы ботчу на этом этаже. А он уже и так валяется никакой. В чем причина? Не совсем понятно. Нормуль. Так, гули. Гули, где вы? Я же вас заждался халявного опыта. Э? А, жаль. Нету здесь гулей. К большому-большому сожалению. Может быть, тут будут? В химлаборатории? Алюминиевая канистра. Да, давай. Так, в Содоржестве сейчас день, да, получается? Пачкать какая-то линейка. Какая же здоровая линейка. Охренеть можно. Ей можно, наверное, всю дурь выбить из человека. Ладно. Хорошо. Вот. Вот здесь самое интересное, я думаю. Это так. Угомонись. Ох. Прекрасно. Поубивать мы тут всех поубивали, а дальше-то че? Пойди разбери вообще. О! Всем счастливой пятницы! На этой неделе успешно стартовал проект ПАППП, однако не обошлось без проблем. Мне не хочется выбрасывать обеды, которые с такой любовью приготовили наши мамы, но боюсь, ваша мама не боится, что в этом вопросе мы должны привить твердость. меня заверили, что вы все привыкаете к вкусу пасты. Кроме того, мне сообщили, что в случае успеха программы нам привезут пасту с другими вкусами, какая радость. А для тех, кто жалуется, я повторяю, участие в программе ПАППП не связано с какими-либо психологическими или физическими эффектами. Все, что вы наблюдаете, это, несомненно, психосоматическая реакция. Скорее всего, она связана с тем, что вы не доверяете правительству. Запомните, ваше участие ПАПППП не только помогает в школе, но и в долгосрочной перспективе приносит пользу всей стране. Спасибо за внимание, это было обращение директора Хадсон. Вероятность того, что вражеская атака не несет урона, выше на 1%. Вау, круто. Ничего не скажешь. О, невозвращенная книга, прекрасно. Конечно, не так прекрасно, как хотелось бы, но тоже сойдет вполне. Пишущая машинка, печатная машинка, настольная игра. Вот эти все настольные игры, они походу очень хороши, то есть, как бы, много деталей можно из них получить. Вот, терминал возврата книг, нормальненько. Вернуть просроченные книги. Да. жетоны. А, пищевая паста можно взять. Давайте возьмем пищевой пост. Так, еще пищевой пост. что? Да, я понял, понял. Ага. мы с вами затарились пищевой пост надолго. Теперь-то, да? А, что получается? Тут мы уже вроде как все обошли как раз, и здесь мы уже тоже побывали, по-моему, да? Ну, да. Получается, эта школа у нас вроде как должна быть уже зачищена. Да, все верно, зачищена. Самым полным образом. С тебя мы все взяли, робот? Да, с тебя мы все взяли. И это прекрасно. Там мы были, отсюда мы пришли, там мы тоже были. Получается, всю школу обошли. Это великолепно. Ой, какая же красотища-то, ребятушки. Какая же прелесть. Но, какие у нас тут локации есть еще рядышком? Вон там вот есть рядом. Ой, это еще что за ублюдок такой там? А, это обычный этот берсер. берсер. Вот так-то. Ядерный мини-заряд? Оу, хорошо. Далее. Нет, неинтересно. Лопа, как тебе смерть замечательно. Плитка. Тоже не круто. Все, в принципе, мы с этого ублюдочка все сняли, что надо. Что хотели, то мы сняли. А что он тут вообще делал? У него тут лешка какая-то или что-то наподобие, не знаю. взорвется. Что это за место? Здание стрелков. Это то, о чем я подумал, да? А что у нас с весом? Оооо! Ну, не знаю даже, хорошо ли это, что мы сюда пришли или нет. Сейчас попробуем забраться. Начнем с крыши, пожалуй. Здесь, наверное, будет лучше всего зачистить территорию. А да, эта дура даже не подозревает, что я за ней иду. Какой я в жопу не выстрелил. Отдыхай. Патрон, стимулятор, укрепленный боевой снайперский, ля-ля-ля. Нет, мы брать не будем. Морковка, лазерный пистолет и легкая дверь. Там может какой-то склад у них или что-то такое, типа коморка какая-то. Даже так, да? Заряд плазмы, ядерная батарея, столовая ложка, фетровая шляпа нам неинтересна как раз-таки. Блин, сколько тут ящиков-то у вас. Солнечные очки? Это зря. Нам они не шибко-то и нужны. Тут, оказывается, можно было просто по лестнице забраться. это называется не еще легких путей, да? И что? Тут у нас лифт. у нас всем, что ли, херел, толстяк. отдыхай. Отдыхай. Ну, как я ожидал, здесь очень много стрелков, надо отсюда иритироваться. чем дальше, чем дальше, тем лучше вообще. То, что надо. Вроде так, отошли на приличное расстояние. Нам надо по-любому возвращаться в санкчуарий и складывать все то, что успели понабрать, потому что много ресурсов, которые надо с толком сейчас потратить. улучшить оружие, да. Это относится к тому туристическому оружию, которое мы с собой уже давно таскаем. Мы в реальности проблемы. Я надеюсь, что ты можешь помочь. Оружие. Толстяк, 10-миллиметровка, импульсные гранаты, криамина, легенда, пустоши, оставляем. Пусковую установку убираем. Дробовик убираем. Значит, оружие. Оружие. Что мы с вами из оружия возьмем? Где у нас там бластер хороший, который сделал еще лучше? Так, это гамма-пушка. Ее мне интересно прокачать, потом дальше мне интересно прокачать. Соответственно, это что такое? О, лазерный карабин. Вот с ними пока что будем разбираться. Так, давай, поселенец, клиш отсюда. Можно мы тренировать несколько вещей? Пожалуйста. Давай же уже проваливай, блин. У кого хрена? А, это слово брони нельзя, что ли? Хе, понятно. Так, использовать. Да. только тупо чинить нужно. Лучше сейчас починить, чем потом там нога отвалится или что-нибудь еще от броники. Ну, согласитесь. гамма-пушка. Стандартная антенна. Большая антенна. Так, тактический, тактическая рукоять. Повторитель сигнала. Повышенная скорострельность. Давай. прокачана, прокачана, прокачана. Замечательно. Гладкоствольный пистолет, его надо убрать. Значит, тут. Тут уже прокачка есть. Улучшенный снайперский ствол. С компенсатором отдай. Блин, прокачка-то какая, ела-пала. Офигеть. Тут уже прокачано и все это, да? Тогда давайте этот бластер чужих. Я уже давненько хотел за него взяться. Где вот это? Вот это убираем. Оружие. Так, сейчас мы его найдем и возьмем сразу же на апгрейд. И будет нормально. Ну уже нет. Хотя плазма давайте попробуем короткий плазменный карабин. Вроде как неплохо. Это что такое? Не, ладно. Во. Наркоманская гамма... А, нет, не то. Это немножечко не то. Вот он, внеземной пистолет. пистолет. Лоренцо. Это гамма пушка. Плазменный карабин. Где там? Слабенькая. Вот это слабенькая плазма, мы ее убираем. Значит, что мы сделаем? Пистолет чужих. Длинный ствол. А, стекловолокна не хватает, да? Все понятно, то есть, давайте мы с вами подметим стекловолокно. Алюминия не хватает. Ядерный магазин мы сделали. Ну, вот это смысла нет прицел менять. Так, тогда окей. А, вот это тут пробивающие снайперские ля-ля-ля. Тут что не хватает? Алюминия опять-таки не хватает. Снайперский ствол. Улучшенный короткий ствол. Улучшенный снайперский ствол. Это хорошо, а штатная ложа? средний прицел, длинный коллиматорный. Наверное, коллиматорный надо прицел тут ставить, все-таки, я думаю. Так, и что получается? Что мы уберем из-за инвентаря? Ну, пистолет, конечно же. Давайте так, гвоздомет уберем, потому что у нас гвоздей-то не осталось, а внеземной пистолет мы тоже, не знаю, убрать, не убрать. Будем хотеть со снайперской вот этой гамма-пушкой тогда. А что, почему бы и нет? Нет, не ее, вот. К тому же прикольненькая такая. Что ж, давайте мы это на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.